Приветствую Вас! Давайте попробуем разобраться в Вашей проблеме. И сначала хочу сказать, что вот изучив Вашу проблему, прочитав её, а также прочитав ответы экспертов, я так сильно подозреваю, что у Вас может возникнуть определённое противоречие, определённый диссонанс, потому что мнение экспертов, оно разделилось, оно как будто бы, знаете, как будто бы противоречит друг другу. И по моему мнению, по моему мнению, это не хорошо для Вас, потому что Вы всё-таки хотели бы получить... Кстати говоря, а что Вы хотели бы получить от нас? Вот Вы описали свою ситуацию, описали свою проблему. И вопрос, который Вы задаёте нам, это верно ли Вы поняли, что от воспитания такое чувство вины? И есть ли шанс выбросить его из головы? А, ну давайте предположим, что Вы на первый вопрос получите ответ, давайте предположим, что на второй вопрос Вы тоже получите какой-нибудь ответ. А что дальше? Знаете, самостоятельно Вы вряд ли сможете, к сожалению, избавиться от того, что с Вами сейчас происходит. И дело здесь совсем не в том, что Вы слабые, что Вы ничего не можете, и дело здесь даже не в том, что мы как-то хотим, например, чтобы Вы обязательно проконсультировались с у нас. Дело здесь на самом деле в другом, по крайней мере, вот на мой взгляд. Дело в том, что это чувство вины у Вас, оно сформировалось не один день, и даже не один год. По сути детства Вы живёте с этим чувством вины. И, естественно, как бы мы ни старались, за один ответ вряд ли можно будет надеяться, что Вы избавитесь от той проблемы, которая Вас сейчас на данный момент беспокоит. Ну, давайте все-таки попробуем разобраться с тем, что у Вас сейчас происходит. Значит, отвечая на Ваш первый вопрос, правильно ли Вы поняли, что это чувство вины, это воспитание, я скажу Вам так. Смотрите как, многое зависит от того, что Вы вообще подразумеваете под воспитанием. Ведь на самом деле каждый человек под этим подразумевает что-то свое. И, например, если один человек под воспитанием подразумевает что-то одно, что-то свое, другой человек под воспитанием также понимает что-то свое, можно ли говорить, что какие-то негативные вещи происходят от воспитания. Я думаю, нет. Потому что в воспитательный процесс входит в совокупность набор поведенческих моделей, которые могли бы помочь ребенку стать тем, кто он есть. Это, пожалуй, воспитание в своем классическом смысле. То есть, позволит ребенку раскрыть какие-то черты в себе и перенять от родителей что-то хорошее от них. Но, видишь ли, Ваши дедушка и бабушка, а также Ваши родители, они прицеливали явно другую цель. Они прицеливали цель дать Вам понять, что Вам нужно быть такой, как они. Они прицеливали цель сделать Вас по своему образу и подобию. И мы за это судить их не будем, потому что, ну, мы здесь не за этим, не за тем, чтобы кого-то осуждать. Но, в воспитании, в узком смысле этого слова, подобное назвать можно с большой натяжкой. И правильно, правильное определение того, что с Вами произошло, на мой взгляд, таково правильное определение. Что родители, руководствуясь своим представлением о том, что есть хорошо, а что плохо, старались Вам привить те ценности, которые они считали верными для себя, и при этом не считаясь никак слабыми. Еще раз повторю, что мы не будем здесь как-то оценивать то, что они делали, ибо мы не судьи. Но то, что Вам это навредило, подобное обморщение, это совершенно, на мой взгляд, определенно. Вам это действительно очень сильно навредило, потому что Вы испытываете чувство вины. И как Вам правильно заметил коллега, ну, один из моих коллег, чувство вины призвано для того, чтобы управлять человеком. То есть, условно говоря, родители, Ваши родители, дедушка, бабушка, насчет бабы и мамы, так понимаю, это тоже относятся. Использовать чувство вины осознанное вине для того, чтобы Вы подчинялись им. Чтобы Вы были такой же, как они, чтобы они не чувствовали себя другими на Вашем фоне. Было бы достаточно печально для них, если бы Вы, как-то вот знаете, ну, были другой, отличный от них. Тогда бы их точка зрения оказалась бы под сомнением, под угрозой. А этого они, конечно, не хотели бы совершенно не под каким видом. Значит, что сделали Ваши родители? Ваши родители внушили Вам определенную модель поведения, которая Вам не подходит. В силу времени, в силу различия Ваших взглядов, что, кстати, является нормальным совершенно. И каждый раз теперь, когда Вы действуете как-то по-другому, отлично от них, отлично от того, что ожидают от Вас родители, Вы испытываете чувство вины, потому что у Вас создается ощущение, что Вы не оправдываете их надежд. И для того, чтобы избавиться от этого чувства вины, нужно прорабатывать Ваши детско-родительские отношения. Потому что, если этого не делать, то Вы из моего ребенка внушите такое же поведение отчасти, а это, как Вы понимаете, ни к чему хорошему не приведет. Чувство вины всегда – это рычаг управления человеком. Чувство вины всегда – это средство управления человеком для того, чтобы другие люди получили то, что они хотят или то, что они считают правильным. Чувство вины, по сути, это средство социальной регуляции человека, социальной регуляции общества, я даже так скажу, социальной регуляции общества. И весь вопрос заключается в том, готовы ли Вы жить так и дальше. Вы совершенно не обязаны быть такой заработящей, как и Ваши предметы. Просто потому, что Вы другой человек. Но получается, что если Вы не такая, то Вас не принимают. И поскольку дверь, что Вам внушились, что поведение отлично от того, чего от Вас ожидают обначитать негатив, то Вас вырабатывается постепенно неуверенность в себе. И это нормально. Если с маленького возраста внушают, что мнение отлично от моего неправильное, тут волей-неволей начнешь как-то сомневаться в себе. Это логично. И то, что Вам нужно делать, это с одной стороны, лучше понимать родители, чем они, чем их поведение продиктовано. Продиктовано оно может быть несколькими моментами. Первый момент, это такой момент, что они хотят для Вас счастья. Ну вот, просто предположим, что они хотят для Вас счастья. Но счастья, конечно же, так, как они это понимают сами. Себя, как это понимаете Вы. И в этом нужно давать себе отсчет. В том, что счастье они понимают так, как это у них есть в воображении. У них есть в понимании. Но не так, как это делаете Вы. И косность мышления. Косность их мышления связана с тем, что они люди своего времени. И изменить свое представление они, например, не в силах. И они таким образом хотят, чтобы у Вас было такое же поведение, как и у них. Просто потому, что другое поведение кажется им, ну, опасным, там, угрожающим и так далее. Другого поведения в себе они не знают. И если это действительно так, если подобное действительно является тем, что есть, то Вам нужно постепенно показывать родителям, что Ваше поведение – это то, что сделает Вас счастливой. И это то, что не наносит никакого вреда Вам же, опять-таки. И если родители Вас любят, то со временем они не то, чтобы примут. Но они, как бы, смирятся с тем, что у Вас есть своя точка зрения на данную ситуацию. На данную, ну, как бы, это Ваша жизнь, да? Условно говоря. Если Ваши родители направлены на дочь, чтобы получить что-то для себя, то есть не любят Вас, то тогда, конечно, ситуация куда-куда более сложная. Потому что получается, что они Вас-то используют. Получается, что Вы для них средство достижения их цели. И получается, что они будут до конца пытаться Вас себе подчинить. А это, к сожалению, не их хорошо. Если честно, то это совсем не их хорошо за Вас. И тогда, то, что Вам нужно будет делать, это понять, что Ваши родители, как бы, ну, мотивируют себя собственными интересами, а не Вашими. Это значит, что кроме Вас никто не обеспечит Вам такую жизнь, которую Вы бы сами для себя хотели. И в этом нужно четко отдавать себе отсчет. Далее, необходимо работать над уверенностью в себе. То есть чувство вины, это неуверенность в собственной позиции, это неуверенность в собственных взглядах, это отсутствие собственных взглядов, возможно, на какие-то вещи, или, значит, подвержение их сомнений. То есть, какие-то взгляды у Вас есть, какие-то точки зрения у Вас тоже есть, но Вы в них сомневаетесь, потому что Вы в них сомневаетесь из-за того, что не было какого-то позитивного подтверждения правильности Вашей модели поведения. И, соответственно, чтобы это произошло, необходимо, во-первых, четко определить, чего Вы хотите. То есть прислушаться к себе и отдавать себе ошибку в том, что Вам нужно, что Вам важно и так далее. очень мало вероятно, что Вы можете сделать это, находясь вместе с родителями во многих жилплощадях. Я бы рекомендовал Вам задуматься о сепарации от них только в отдельном проживании. А также об отдельном разборе того, почему так получилось, Вы здесь это не раскрываете. Значит, потом Вам нужно будет прислушиваться к себе, учиться это делать и доверять своим желаниям. Если подобного сделать Вы не сможете, не сможете доверять своим переживаниям, соответственно, есть какой-то блок на этот. И нужно определить, какой именно это блок, что именно Вам мешает доверять себе, доверять своим чувствам, своим эмоциям. И если Вы сможете найти, что Вам мешает, то Вы сможете установить для себя значимые задачи, то есть те задачи, которые имеют принципиальное значение для смены уверенности в себе, для повышения ее и начать свой путь к выполнению этих задач. Понимаете, модель поведения человека строится отчасти еще и из воспоминаний. То есть, Вы запомнили, что Ваше поведение несет определенные, положительные, определенные адаптативные стороны. И Вы это помните, если Вы создадите для себя такие условия, если Вы создадите для себя такие моменты, которые изменят Ваше представление о том, что правильно, а что нет. Если поменяют Ваше восприятие своего поведения, то я чувствую вины, и Вы начнете постепенно избавляться. Понимаете, очень важно еще то, что Вы воспринимаете сами в качестве правильного. То есть, правильное, это когда человеку дают волковиной быть собой. Вам быть собой не давали. Вопрос, почему, для чего, по какой причине. Это ответ на Ваш вопрос, есть ли, значит, от воспитания ли такое чувство вины. Ну а есть ли шанс выбросить из головы, да, шанс есть, но зависит он напрямую от того, как Вы будете устанавливать свои приоритеты. Вы можете проработать отношения с родителями более подробно, Вы можете учиться быть уверенным в себе, Вы можете учиться быть независимым, Вы можете работать над тем, чтобы больше внимания уделять себе, чтобы больше доверять своим взглядам. Вы можете работать над тем, чтобы продавать личные личностные границы, никого не пускать туда. Вы можете работать в пользу более лучшего понимания Ваших родителей, но не в позиции ребенка, а скорее в позиции уже человека. То есть, родители в данном случае вы воспринимаете несколько иначе с другой точки зрения, это будет правильно. Это будет правильной точкой зрения. Но сможете ли Вы сами это сделать? Если честно, я думаю, что нет. И уже от Вас зависит, будете ли Вы выбирать для себя психолога и работать с ним. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. помогу, если Вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего доброго и удачи!